Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 20 лет, рост 174 сантиметра, вес 61,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 4 победы, ни одного поражения. Его стиль ММА из Кыргызстана, Калайбек Арзекул. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 22 года, рост 175 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, ни одного поражения. Его стиль ММА из Шали, Чеченская республика. Адлан Кутаев. Рефери в октагоне Ашот Ашукян. Адлан Кутаев против Калайбека Арзекула. Очередной боец из Кыргызстана. Ну, уже побеждавший, кстати, здесь в Янг Иглс. Ну да, вообще по цифрам, по бумаге. Это один из самых многообещающих поединков. Два проспекта, не знающих поражений. В разноименных стойках. Ну, в общем, пока все интересно. Вечная проблема этих разноименных стойок. Постоянно при размене лукиков попадание в пах происходит. Ой-ой-ой. Справа как здорово сейчас Арзекул попадает. Завязать. И миддлки плотных в область печени. Тут же в клинче атаки обоюдные. Да, попадание уже от спортсмена в красном. Ну и вот попытка решить вопрос о борьбе. Завязались клинчи и усетки бойцы. Не получается пока так спуститься за ногами у Кутаева. Ну, посмотрим. Это что-то самое начало. Полторы минуты прошло. Еще все-все-все впереди. Разводит рефери. Ашота Шугян. И вот поединок начинается с середины. Ух, плотный хай-кик. А, и хорошая серия. Пусто удара. Тут размен прям пошел. Спортная серия. Это очень здорово, что получается работать атака, повторная атака. Причем при постоянном таком смещении вперед. О, плотный хронкий. Но не задерживается на конвасе. Арзекул. Посмотрите, как сейчас здорово кыргызский боец право отвечает. Еще один кросс, но... Да, здесь работа с дальней руки, конечно, может во многих эпизодах быть ключевой. Это всегда в противостоянии левши и правши. Как то, кто сможет зайти за ногу соперника. Ну, вот, например... Адлану Кутаеву сейчас выгодно быть на полшага правее. О, справа сейчас Кутаев здорово заряжает. Ну, кстати, вот смотрите, чуть-чуть, может быть, в пику моим словам, да? Передней рукой наоборот получается у него. Из-под руки он сработал. Да, очень здорово. И... Ой-ой-ой! Сейчас, как посмотреть, как... Как удачно перевел соперника... Прямо так сразу в маунт. Да, сразу же в маунт. Но вообще... Без особых каких-то проблем... Переводит обратно уже соперника Кутаев. Правда, не в маунт, но тем не менее. Как можно так не дорожить позицией. Такую шикарную позицию занял и фактически ничего не сделал, чтобы ее сохранить. Так, а вот рычаг локтя, ничего себе! И видно сейчас определенные болевые ощущения испытывает Кутаев, но... Ой, нет ощущения, что потерял немножко приема. А вот сейчас просто садиться сверху и ничего не придумывать. Просто садиться сверху и ничего не придумывать. Я не понимаю, почему он снова... Ну вот, наконец-то. Очевидно же, что там уже рычага не будет. Просто прыгай сверху. Ну и вот сейчас нужно развивать. Потому что есть опасения, что первый раунд проиграл Арзекул. Ну ты в боковом контроле. На самом деле шикарная позиция. Масса возможностей отсюда. Да, дискуссионно насчет первого раунда, честно говоря, я в последнее время перестал как-то адекватно, по-моему, понимать, как... Ну поэтому я сказал, что возможно. Чтобы не оставлять какие-то вопросы, мы активнее закончим. Последние полминуты, да, 40 секунд. Ой-ой-ой. Вот это хорошее попадание. Вот это да, здорово было. Сейчас в маунте, и, конечно же, нужно быть активнее Арзекулу. И попадает, да, тогда... Да, и удар достаточно тяжелый. Еще есть 10 секунд, но возможно дотерпит Кутаев до конца. Еще и попадание. Да, тут масса ущерба сейчас сопернику наносит Арзекул. Не успел, не успел. Да, возможно, еще секунд 10-15, и было бы все. Хотя мы видим, что по глазам Кутаева, что все в порядке с ним. Он не потрясен. Он чувствует себя уверенно. Дело немножко не в этом. Дело в том, что если нету пассивной защиты снизу, то вне зависимости от того, насколько потрясен боец, должен был бы остановить репери этот поединок. Для этого и придумана, в общем, формулировка технический нокаут. Поэтому здесь, конечно, большое уважение к киргизскому спортсмену. Неожиданно он прям вот классно взорвался в концовке. И мы видим, что при этом его оппонент из Чечни, Адлан Кутаев, он вообще-то хорошо себя чувствует. По крайней мере, потому, что сейчас видно у нас здесь с комментаторской позиции. Но посмотрим, посмотрим. Уже в следующем раунде что-то из этого станет ясно. Так, впереди второй раунд. Кутаев поджимает. Да, даже как-то хочется взять... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Снова заряжает Розуку. Это он с апперкота так хорошо попал? Большая редкость, чтобы вот так вот удачно попадали именно апперкотом. Традиционно довольно коротким ударом считается. А дистанция там была приличная. Слушайте, ну стоят друг другу спортсмены. Прям приятно смотреть за их действиями. Да, теперь уже не особенно спешат спортсмены. Ну, потому что понимают силу друг друга. И не хотят отдавать те небольшие, может быть, моменты, которые могут сказаться... За которые оппонент может уцепиться. Немножко застаивается у стены киргизский спортсмен. Ай-яй-яй! Хороший мидл-кик в печени тут же справа отвечает. Здорово. Арзыку. Да, зато как контратакует. И еще фрон-кик. Очень классный поединок. Напряженный. Посмотрите, как промахнулся и следом же пошел в ноги. Арзыку. Очень интересный эпизод. Вылетела капа. Спортсмены подождали пока... Чеченский спортсмен подождал, пока ставят обратно капу спортсмены из Киргизии. Ну, то есть максимальное уважение друг другу. Только потом продолжили. Вне всяких... Вне всякого участия рифла. Кстати, отличные вот эти внутренние лукики. Сильно не все готовы их обычно бить, потому что там именно идет удар такой кость в кость. Если твоя собственная голень не накатана, как говорят... Ну, почему накатана? Потому что берут обычно скалку или бутылку и катают по голени вверх-вниз, чтобы кость меняла свою структуру, становилась более плотной и нервные кончания от Миреля. Короче говоря, если твоя нога не готова, то, скорее всего, ты не сможешь бить именно этот вариант. Просто потому что это очень больно. Опять здорово с дальней руки работает киргизский спортсмен. Но поджимает, обратите внимание, просто... О, как, посмотрите, здорово сейчас. Именно Кутаев. Выстекает ногу Кутаева Арзыкул, но, тем не менее, Адлан на ногах. Он притингует и опять размен. Вот эпизодами размены у нас получается. Мне кажется, поточнее немножко в этих разменах бывает колыбек Арзыкул. И что-то начало даже складываться ощущение, что он специально подтягивает как бы к себе оппонента, провоцируя его, то есть встает у стены, чтобы Кутаев начинал его бить, и можно было работать в контратаке. В контратаке, получается, видите, успешно. Видите, он заряжен на дальнюю руку принципиально. Ой, плотный. Миддл кик и снова размен. Фронткик, еще один от Арзыкула. Попытка перевода в одну ногу проходит кыргызский боец. До этого, да, был очень интересный размен. И переводит все-таки Арзыкул. Получается у кыргызского спортсмена перевод. Находятся спортсмены в условном красном углу, то есть в углу чеченского спортсмена. Тяжелое попадание одно за другим. Эти вот хаммерфисты, они на самом деле, хоть и снизу, очень неприятны. Да, соглашусь с вами. Ну и в корпус так интересно работают спортсмены. Причем, что один сверху, что другой снизу. Ну, сейчас активизируется как раз-таки Арзыкул. И посмотрите, какой плотный удар слева. Ну, забирает раунд, забирает. Ничего не добавишь, не прибавишь. В стиле Марка Ханта так прыгает, да, на свой понятный удар. И посмотрите, он забирает, и снова 20 секунд до конца пытается скинуть себя. И практически получилось это у Хутаева, но нет. Удерживает позицию Арзыкул и нужно, конечно, развивает. Да, выиграл время. Посмотрите, вот так вот приподнимая в канвас. Голову убивает, еще локти. И снова забирает концовку. Да, это очень важно. Слушайте, ну классный бой. Классный. Давайте посмотрим самые интересные моменты. Ну и удар очень здорово держит, и тот, и другой. Классный. Время. Все, все, пошли, пошли. Пошли, время. И так начался последний третий раунд. Снова Адлан Кутаев пытается поджимать соперника. Ну, честно, прям крайне приятное впечатление у меня от этого поединка. И спортсмены друг друга стоят, и просто россыпь интересных эпизодов. Отлично. Кандидат на бой вечера вполне себе. Да, мне кажется, действительно специально вытягивает немножко на себя киргизский спортсмен. Чтобы работать принципиально вторым номером. Лучше у него получается бить навстречу. Хорошо он себя чувствует в размине. Чем прессинговать? Ой, здорово. Здорово скрутил. Не успеет, наверное, оказаться сверху. Но все равно эпизод очень интересный. Ну, на самом деле уже не сказать, чтобы недавно. Ну, что такое нововведение. Ну, вот бьют у нас теперь по носкам. Часто стали это делать. Раньше этого не было. Ну, как-то не додумывались просто. Хотя действие было разрешенное всегда. Снова клетки. Прессингует. Пытается перевести соперника Адлан Кутаев. Но защищается. Да, делает замещание рефери Ашота Шудьян к киргизскому спортсмену. За то, что прихватывает сетку. В какой-то момент это может перейти в желтую карточку. То есть минус балл. Ну, вот так немножко замер поединок. Что называется коса на камень. Ой-ой-ой, как интересно. Вот только вариант удушающего. А вот сейчас. Которые стали довольно часто использовать. Удушающий непростой. Вот, надо иметь определенное мастерство. И чтобы ситуация сложилась. Мастерство здесь, вероятно, есть. А ситуация не сложилась. Я очень быстро понял, что происходит. И посмотрите. Адлан Кутаев. И от защищался. Да, часто такой заклад через пах получается. Он очень хорошо блокирует все эти движения. И в крайнем случае позволяет через себя. Ой-ой-ой, здорово. Посмотрите. Сейчас забирает позицию Арзекул. Тут же добавляет ноги. И прямо за спину. Ничего себе. И ногу вытягивает на себя. Вот это да. Вот это да. Какая растяжка у Кутаева. Смотрите. Он как будто не реагирует на этот фактически болевой прием. Ну и тут же большое количество ударов наносит Арзекул. Кутаеву сейчас очень непросто приходится посмотреть. Конечно, у него нога растянута. Да. Фактически не может ничего делать. Шнурок на шнуроку посадил Арзекул. Ну какая растяжка, вы смотрите. То есть он почти не реагирует на ситуацию, в которой многие другие постучали бы. Еще локти добавляет Арзекул. Да, болевого на ногу уже нет. Утянул ногу назад Кутаев. Но вот вполне себе наконец-то есть время у киргизского спортсмена, чтобы реализовать вот это преимущество до технического нокаута. Казалось, уже все близко к тому, что завершит Ашата Шагян. Но пока что нет. Пока и Атлан терпит. Ну и небольшую паузу Арзекул взял. Тут на самом деле не от терпения зависит. Вот от продолжения пассивной защиты. Видите, уже говорит, что есть пассивная защита. Сбросил. Ой-ой-ой, и ножку подцепил. Смотрите, как интересно. Теперь уже Кутаев уходит, забирая позицию. Пытается вторую ногу освободить Арзекул, чтобы возможно сделать треугольник. Но нет. Я не смогу перечислить, не успею просто все приемы, которые по ходу, очевидно, примерял для ситуации киргизский спортсмен. Но очевидно, что он их знает. И опять же, не сложилась ситуация, но мог применить. Проваливает сейчас Кутаева Арзекул. И снова за спину. Кутаеву, да, забивал соперника Арзекул. Стойкий, если плюс-минус, равный бой получился. Но эти эпизоды, они могут стать ключевыми. У одного Колыбека не получился бы такой шикарный бой. Давайте отдадим должное Адлану Кутаеву. Они оба закатили действительно шикарное противостояние. Здорово. Честно, можно только порадоваться, что настолько ярко все у них получается. Классно. Классный поединок. Хочется смотреть и пересматривать тоже, я думаю. Можно будет многократно и получать удовольствие. Отличный бой. Уважаемые гости и телезрители, по итогу судейских записок в этом поединке единогласным решением судьи победу одержал боец. Из синего угла. Колыбек Арзекло. У меня это решение вообще никаких вопросов не вызвало. Но вызывает большое уважение, честно говоря, этот поединок к обоим бойцам. Очень классно будет. Спасибо. Продолжение следует...